На этом коротком видео я хочу перевести еще один ответ Авраама Тверского из книги «Дорогой, Равин, дорогой доктор» по отношению к Шаламбайт. Здесь довольно простой, казалось бы, вопрос и довольно простой ответ, и тем не менее поучительный, на мой взгляд. А именно спрашивает какая-то женщина, что у нее, говорит, муж хороший, и у нас, в общем, хорошие отношения, но вот проблема в том, что иногда он остается со своими друзьями, которые еще не женаты до сих пор, и приходит домой очень поздно. Я все жду-жду, а он приходит в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, что он долго в результате проводил время со своими друзьями, но им-то торопиться некуда, они не женаты, а я недовольна этим, что мне делать? Я пытался ему объяснить, но он почему-то не изменяется. Что еще могу сделать, чтобы добиться того, что он приходил домой в резонное время? И отвечает Равтверский, что так как это не то, что происходит постоянно, это, похоже, происходит, судя по твоему вопросу, изредка, то это не такая серьезная причина, чтобы сказать, что Шаламбайт прямо-таки в опасности. Ну, к сожалению, он не делает то, что ты хотела бы в идеале, но от того, что он иногда будет очень поздно приходить домой, если он, в самом случае, не занят ничем нехорошим, как он говорит, да, например, если он там не в Атлантик-Сити ездит постоянно, да, играть и проигрывать деньги или что-нибудь такое. Но если он просто проводит время со своими пока еще не женатыми друзьями изредка, то это, говорит, не стоит из-за этого устраивать, так сказать, большие проблемы. Но, говорит, если это происходит часто и это действительно себя очень настраивает, то стоит, говорит, может быть, поговорить с его раввином или с кем-то еще, кто разбирается в вашей ситуации, и они посмотрят, действительно ли то, что ты требуешь, это резонно, да, или это слишком многого требуешь. И в надежде, да, что если действительно ты права, то тогда твой муж послушается раввиной или человека, которого он уважает, который сможет на него иметь влияние. То есть, фактически, ответ Рава Тверская, так понимаю, двойной, что если это сравнительная мелочь, то из-за этого не стоит, да, слишком уж большие битвы устраивать. Просто можно научиться не обращать внимания, если это изредка происходит. Если же это не мелочь, тогда пусть третье лицо более объективное и которое имеет влияние на твоего мужа, раз ты не смогла его уговорить, то, может быть, кто-то третий сможет. И если вам нравится это видео, нажмите лайк.